стоит ли сейчас покупать или продавать монеты как быть с долларом друзья всем привет вы смотрите канал монеты украины развлекательно-познавательный канал о денежном хобби сейчас сложилась довольно напряженная ситуация в нашей стране и в мире в целом мнение разделились если посмотреть на результаты опроса которые я делал в сообществе канала часть людей вообще не переживает о назревающем кризисе а часть воспринимает очень серьезно и возникает вопрос нужно начинать скупать гречку и туалетную бумагу или вся эта ситуация просто фейк думаю что реальность где-то между этими двумя позициями в этом видео я хочу поделиться с вами основными мыслями на этот счет что нужно делать прямо сейчас чтобы пройти эту ситуацию неопределенности с минимальными потерями а возможно даже с выгодой если интересно продолжайте смотреть хочу порекомендовать вам сайт виолити это место где можно продать ваши находки будь это антиквариат или редкие монеты украины и заработать реальные деньги также если вы хотите вложить деньги в антикварные вещи и монеты участвуйте в торгах ссылочка на аукцион будет в описании ну что переходим к теме видео в данной ситуации я думаю не стоит паниковать но и расслабляться тоже будет ошибкой перед тем как перейти к финансовым вопросам монетам и валюте хотелось бы сказать пару слов о здоровье ведь первым фактором который стал катализатором для начала этой кризисной ситуации во всем мире стал конечно коронавирус судя по текущей ситуации с этой проблемой и вирусом вы не можете просто проконсультироваться участкового терапевта или у своего семейного доктора и вам не выпишут какой-то антибиотик или гарантированное лекарство его просто нет вся эта ситуация показала неспособность современной медицины во всем мире быстро решать этот вопрос в европе просто не хватает ресурсов вот такую запись про ситуацию в италии скинули в чат коллекционеров пациенты поступают тяжкие пациентов есть надзвичайно много и они поступают одночасно много умирает особенно старших людей для других просто лекарей пишут не реанимовывать потребует допомогу очень много людей одночасно медицина система трещит по швах персоналу уже не вистачає відповідно в италии зробили серйозный карантин на дорогах стоять полиция переверяю виборково машины кто куда еде в супермаркетах все есть закупы можно делать с голоду никто не умирает супермаркеты запускают певную количество людей и заставляют дотриматься дистанции между людьми как что прийдет в Украину вы с этим не даете раду на жаль это реальность потому что Италия уже с остальных сил выдыхается но я думаю что мы сможем себе тут дать раду на это идут величезные кошти дыра яка будет экономичная пока что никто не думает но она будет потому вам ввели карантин відноситься до того дуже серьезно это серьезные речи если люди какие-то кто-то приезжает из Италии будь ласка изоляюйте их минимизуйте все контакты социальные тут в Италии зараз с ним дуже строго и это и правильно нарешті люди зрозумели как это величезная проблема ей треба до цього віднестися дуже серьезно бывали люди которые думали что в любой проблемной ситуации можно поехать подлечиться в клинику за границей например в Европу но в данной ситуации когда закрываются границы рассчитывать не на кого и ситуация в Европе не такая безопасная нужно рассчитывать только на свои силы возможно кто-то скажет что вирус опасен только для старшего поколения и нечего париться но важно понимать что у нас у всех есть родные близкие люди более старшего возраста которые могут быть подвержены серьезному риску и о них нужно позаботиться а ведь правила безопасности довольно простые мы дезинфицируем руки и металлические пластиковые поверхности такие например как мобильный телефон и не посещаем публичные места остаемся дома давайте перейдем к теме канала те так давно говорили о мировом кризисе и вот именно сейчас его запустила эта ситуация с вирусом большая часть экономик мира сейчас переживают не лучший период а возможно даже худший и сейчас нет никаких оснований надеяться на то что это эпидемия минует нашу страну и экономика украины вообще никак не пострадает это просто вопрос времени а значит готовится нужно уже сейчас на эту ситуацию можно посмотреть как на весомый повод пересмотреть свои приоритеты в финансах рост инфляции безработица компании будут увольнять людей тем самым сокращая свои финансовые дыры очень важно сейчас остановиться и адекватно посмотреть со стороны на то что происходит вокруг и продумать свою финансовую стратегию и подготовиться к худшему варианту в одном из запросов в сообществе на ютубе я проводил голосование какой финансовый резерв есть у вас на данный момент к сожалению результаты неутешительны что можно сделать уже сейчас конечно вы должны понимать на что уходят ваши деньги я уже 10 лет веду личные финансы в телефоне чуть дальше я покажу какими приложениями я пользуюсь и что может позволить вам понять ваши реальные траты первую очередь я советую обратить ваше внимание на траты начиная с сегодняшнего дня перейти в режим экономии и отложить все ваши несрочные траты ситуация по финансам пока не кажется напряженной но все к этому идет как раз сейчас идеальное время навести порядок в личных финансах установите себе на телефон приложение money lover кстати он работает и в веб-версии именно им я пользуюсь например еще приложение money pro она есть как на телефоне так и на компьютере если у вас есть активные кредиты по возможности лучше погасить их сейчас а как с ухудшением финансовой ситуации в стране и нагрузки на вас это будет сделать довольно сложно национальный банк украины готовит изменения которые снизят кредитную нагрузку на всех заемщиков заявила 1 замглавы нбу катерина рожкова но это сделано лишь на волне общей информационной активности и выплачивать их в любом случае придется по поводу подушки безопасности я несколько раз писал говорил на втором канале необходимости ее завести если по каким-то причинам у вас еще ее нет организуйте ее прямо сейчас если есть такая возможность например можно продать то что вы давно хотели и выставить на аукцион ссылочка на виолите в описании ликвидные резервы очень важны для вашей безопасности и конечно не стоит тратить подушку безопасности на те вещи или спецпредложения которые вас сейчас привлекают так они могут не являться вещами первой необходимости на данный момент я лично приостановил покупку до дорогих монет как минимум до завершения карантина самая лучшая подготовка к кризису 2020 года это написать план худшего варианта развития событий что я буду делать если накопление закончится или если я останусь без работы какие дополнительные источники дохода возможны например создание раскрутка своего пусть небольшого но приносящего деньги бизнеса какие чужие партнерские программы могут принести мне деньги ну вот например в описании есть ссылка на бананг и зарегистрировавшись по ней вы получаете 50 гривен как и я и получаете возможность приглашать людей по своей реферальной ссылке и получать бонусы от банка вот такие партнерские программы могут быть возможно вы оказываете какие-то услуги подумайте чтобы это могло быть в чем вы эксперт это вас подготовит к финансовым проблемам конечно есть еще вариант попадания под карантин для этого вы можете собрать так называемый свой тревожный чемоданчик с документами деньгами одеждой возможно хорошим запасом фильмов или книг подумать что вы могли бы делать в момент карантина например какие-то вы пишите онлайн статьи или ведете или владеете фотошопом или монтируете видео кстати сейчас этого можно обучиться получив новую профессию пожалуйста подумайте о своих близких возможно им будет нужна ваша финансовая поддержка важно подумать об этом заранее ну что же переходим к долларам сейчас появилось много видео с прогнозами относительно курса валют и стоимости доллара хочу сказать что никто не может заглянуть в будущее могут быть разные предположения и домысли нет точной информации по поводу курса валют например неделю назад я прикупил себе на виолете вот такую пачку банкнот по одному доллару конечно мне хотелось показать вам как выглядит корешок банкнот 100 долларов и при этом это такой небольшой валютный плюс ведь состояние банкнот просто супер она может нести как накопительную функцию именно в валюте так и коллекционную можно с кем-то поменяться или кому-то подарить или возможно даже продать доллар вот в таком в идеальном состоянии для чьей-то коллекции кстати в коллекцию у меня есть доллары по годам я специально их не покупал просто это из обмена и какие-то подарки кто-то рассказал мне историю что очень важно иметь запасы валюты в разных номиналах если например в обменке не будет сдачи или кэша будет недостаточно у вас есть в разных номиналах от одного доллара была ситуация в сша когда после наводнения люди хотели прийти в супермаркет что-то купить а у них были большие банкноты просто сдачи не было и они покупали какие-то запасы воду за 100 долларов и банкноты так что есть резон хранить деньги в мелких номиналах так как гривне можно отнестись сейчас банкноте 1000 гривен не факт что обрадуются на почте или в магазине или например в хлебном киоске продадут ли вам хлеб перед тем как покупать валюту нужно задуматься зачем почему важно именно сейчас потому что паника или возможно вы хотите хранить свою подушку безопасности в стабильной валюте но помните про диверсификацию или возможно вы хотели купить что-то серьезное в будущем например автомобиль или куда-то поехать хотя в данный момент это не так актуально я летом планировал поехать в варшаву но теперь все под вопросом риск роста валюты точно есть мне кажется экономика украины не так стабильно по сравнению с мировыми такими как например сша подушку безопасности я бы рекомендовал откладывать в валюте и докупать каждый месяц потому курс который есть тем самым усредняя закупку суммы на финансовую подушку могут быть разные но 10 долларов в месяц попробовать откладывать ну или какой-то процент от вашего дохода например 10 процентов друзья надеюсь мое видео было для вас полезным подписывайтесь на мой канал и поставьте лайк вам не сложно а мне очень приятно и конечно пишите в комментариях что вы думаете по поводу этой ситуации и какие действия вы думаете стоит сейчас предпринять для того чтобы обезопасить себя и своих родных ну что ж всем пока друзья